Привет, мои хорошие, снова и продолжается день, тот самый день покупок. Я продолжаю рассказывать. Конечно, не все в один день я купила то, что я сейчас вам покажу. До этого я еще заходила буквально неделю назад, я все собрала в одну кучу и решила вам сразу все рассказать. Сегодня пойдет речь о косметике Диваж. Я для себя открыла эту косметику, потому что раньше у меня ничего от этой косметики не было. И открыла случайно, когда я искала корректор. Искала корректор, ходила-ходила, что-то выбирала-выбирала, то в литуале то нет, еще что-то там постоянно. Короче, очень сложно. То цена меня смущает, то наоборот слишком дешево, по качеству также смотрю, по дизайну. Хотя, если косметика реально хорошая, уже дизайн особо не важен. Ну вот, и я увидела прям такой стенд посередине, это в горизонте есть Диваж косметики. Я зашла, мне так очень хорошо, знаете, даже как я сделала по-хитрому, я искала этот корректор, вот кисточкой. Я зашла в Мак и говорю, подберите мне корректор по цвету. Она мне подобрала корректор. Ну, у них корректоры реально какие-то дорогие. Ну, хотя относительно, но я купила в три раза дешевле. Или в четыре, или в пять. Ну, смотря какой корректор. Если самый дешевый брать, то в три раза дешевле. Она намазала мне на руке. И я иду дальше, думаю, подберу что-нибудь из более бюджетной, да, косметики. У меня корректор просто есть уже профессионально, палеточка. Ой-ой-ой, все посыпалось. Make up for it. Вот. Но мне она не нравится тем, что, ну, как бы она удобненькая, да, все, все есть варианты, что замазывать. Красная, фиолетовая, синяя, что хотите, да. Просто он густоватый очень для меня. Он прям плотно ложится. Это когда действительно прям какая-то косметика, не косметика, а съемка, да, то, конечно, я буду этим все замазывать. А так мне нужно было просто что-то легенькое, чтобы быстро могла замазать. И я нашла, в общем, этот корректор. И она мне подобрала его прям по цвету. У них небольшой выбор. Так же, в принципе, как и в маке. У них тоже вот в таких корректорах небольшой выбор. Там, по-моему, четыре цвета у них. И здесь в Дивашес то же самое. Она мне сразу достала. Нарисовала рядом с рукой. Говорит, вот ваш цвет. И вот я уже им пользовалась. Отличный, вообще замечательный. Мне очень нравится. Ничем не хуже. Все замазывают. Вот я сейчас даже накрашена. В основном, да, у меня там брови, глаза и корректор. То есть у меня нет пудры, нет тонального крема сейчас на лице. Вообще никакого. То есть у меня румяна, который я тоже купила в Диваш. Ладно, раз на них уже заговорили. Вообще я очень обожаю мои любимые шарики Герлен. Но они все дорожают, дорожают и дорожают. Они у меня еще есть. Вот они. Здесь они уже даже смешанные. Я покупала... То есть шарики Герлен стоят, по-моему, около трех тысяч. Я не знаю, даже больше или меньше. Это, конечно, самое замечательное, что я видела. Я в Вейвен покупала еще где-то шарики, но они все какие-то непонятные красные, непонятный отброс какой-то дают. Сейчас зашла в Диваш и тоже 500 рублей. И очень похоже, кстати. Кисточка здесь отвратительная. Она жесткая, как будто я не знаю, что ей красить надо. Ей чистить можно, а не красить. Вот лицо чистить ей правда может. Очень жестко. Но розовая зато. Что видно. Дальше здесь у нас идут шарики. Шарики, действительно, у них два тона. Один бронз идет, а другой светленький. Я взяла светленькие. Мне очень нравится. То есть я уже реально румяно ими нанесла. Немножко на носик нанесла подбородок, чтобы, знаете, осветлить. Я люблю это, когда выделяется немножко куколемо получается. И вы знаете, что я сейчас делаю? Вот у меня здесь немного осталось, уже их совсем немного осталось, этих шариков герленовских. Туда насыпать... Я, конечно, их немного испортила. У меня оставались шарики от Avon, и я туда их добавила. И цвет уже не тот, конечно. Бархат уже не тот. Я думаю, что сейчас вот здесь такой яркий, интересный прям цвет. Я надеюсь, что я не испорчу. Если я эти шарики добавлю туда. И как раз оно вот получится, потому что здесь сильно светло. Здесь больше бронзатора. Хотя нет, здесь больше бронзатора, хотя они светлые. Здесь я прям как пудру наношу по всему лицу и ничего. А если здесь нанесу, то прям цвет появится. Я прям на щеки нанесла и сразу вот видите, даже вот выделилась. То есть у меня даже этого корректора нет, контура я не делала. В общем, я хочу это смешать и попробовать. Если действительно у меня рецепт этих шариков герленовских выйдет, да, и будет действительно, что такое, я поделюсь рецептом. Ну, пока что я мешаю все шарики, потом скажу, что из этого вышло. В общем, 500 рублей, Диваж, бронзинг. Хотя, смотрю, написано бронзинг. Может быть, она 2. Девочки, походу, она мне дала просто бронзинг. Поэтому они темные. Слушай, реально. Ну-ка, стоять, попробуем. Вот это открытие с вами вместе, да? Просто те она мне нанесла? Они прям были белые. Да что? Кисточка, она вообще ничего не красит. Как она мне нанесла их тогда? Я вообще не понимаю. Слушай, обычно кисточка нормально красит, а вот это и непонятно. Хотя нет. Все-таки светлая. Но почему-то написано бронз 0,2. Может быть, тот 0,1 идет? Ну, в общем, это то, что мне нужно, в принципе, да, неважно. Просто тут написано бронз. То, наверное, по-другому должно. Пудра-бронзатор в шариках. Может быть, просто два разных бронзатора. Один светлый, другой темный. В общем, вот эта классная штучка. Рекомендую. Мне нравится, как она. То есть, обновила мое лицо. Дальше, что я купила там, это... Крем для лица увлажняющий 24. Вы знаете, он идет как основа. Потому заинтересовала. Я говорю, что у вас прям есть такое прикольное, необычное, да? Что я могла бы вот использовать и порадоваться, и удивиться. Вот. И она говорит, вот у нас есть такой крем для лица увлажняющий 24. То есть, он увлажняет. Утром его наносишь. И что он делает еще классно? Он сохраняет на 12 часов на весь день матовость кожи. Она говорит, что очень хорошо использовать это под макияж. То есть, вообще, отличное средство. Я его еще не наносила даже. Я так ей на слово поверила. Что он крутой. Но матовость это хорошо. Особенно девчонке для съемок, кому. Очень клево, да? Ну, мягенько. Что сделать? Для всех типов кожи он идет. То есть, нету там. Пахнет хорошо. Даже очень хорошо. Ну, вот, вроде не блестит. Хотя, по руке, наверное, вряд ли мы можем что-то судить. Ну, в общем, я такую вещь попробую. Потом уже под макияж. И когда буду рассказывать вам о всяких макияжах, я тогда и расскажу про это средство, что он из себя представляет. Дальше, как уже в фикс прайсе, я рассказывала. Вот купила за 169 вот эти кисточки для бровей. А в фикс прайсе они за 47 рублей. Ну, честно говоря, прям уж качество разницы я не вижу. То это расчесочка и щеточка, с другой стороны. А в фикс прайсе даже две там. Я уже говорила об этом. Вот, поэтому это не стоит своих денег. Можно было там купить три такие. Дальше я купила себе, тоже увидела у девочки одной. И сама себе тоже хотела, искала, смотрела. Купила воск такой для бровей, для фиксации бровей. Конечно, он оставляет следы еще, да, то есть его вычесывает там. В общем, я еще им не приноровилась. Один раз я делала брови. Ну, в общем, фиксируют. Но пока еще до конца я не... В общем, тот видео у девочки, которая смотрела, у нее очень красиво были брови. Я думаю, вот брови, какие у нее брови идеальные, просто там тра-ля-ля. И я зашла к ней на видео, и у нее там ссылка идет на другое видео, что, о, вот смотрите, брови я делаю. И она использовала разные вещи там, да. Но у нее брови, она там, честно говоря, заморнулась очень сильно. Там реально одно нанести, другое, потом вычесать, потом то, потом дарить и четвертое. И, конечно, брови получаются очень крутые. Но я купила себе, но в итоге так и не сделала брови, как у нее. Вернее, я сделала брови, как у нее. Но только намного быстрее и легче. И что для меня открытие, кстати, было. В общем, это не знаю, нужно, не нужно вам. В общем, фиксатор для бровей. Открытие я сделала, девочки. Набор трафаретов для бровей. Опять же, в Диваж, да, я зашла, увидела. Я говорю, что это у вас такое? Она такая, трафареты. Я такая думаю, что за фигня? Что за трафареты еще? Как это можно вообще? И, честно говоря, не придала значения. Пришла, посмотрела в интернете информацию об этом. Ну, не впечатлило меня. То есть я поняла, что они мне, наверное, будут не нужны, не интересны. Потому что то, как я посмотрела на видео, делают все это, как-то не особо мне понравилось. Ну, думаю, сниму обзор. Все-таки это интересная штучка, да, и я попробую, сниму. Может быть, потом кому-нибудь подарю. Но нифига, не подарю. Они мне очень понравились. И брови, на самом деле, сейчас, которые я сделала благодаря им. Я выбрала один из... То есть их здесь несколько. Я выбрала один. Выбрала... Если у кого-то есть уже такие... Так, у меня Soft Anglet. Soft Anglet. Что это значит, я не знаю. Но, в общем, они у меня. И я их прям вот... Ну, я вам покажу обзор по ним, потом сделаю. Я накрашу и реально сделаю. Потому что это очень круто. Хотя, я думаю, что здесь немаловажную вещь. Также в Divash я купила тень для бровей. Именно для блондинок. Там есть для брюнеток и для блондинок. Светлые. Так, то есть для брюнеток там вообще черные и темно-темно-коричневые. Для блондинок тут тоже с кисточкой идут, с расчесочкой. А вот такие идут. Я, если честно, сделала брови вот темным цветом. Так как у меня они еще покрашены в темный цвет были. Поэтому светлые пока что мне не вариант. Вот когда у меня сойдет красочка моя, которой я крашу брови, я тогда буду делать более светлый цвет. Хотя, сейчас я смотрю на видео для съемок. Мне кажется, очень хорошо даже так. Но мне очень нравится. Я люблю темные брови. И самое интересное, от чего я добилась, благодаря этому трафарету, это то, что они мустые, ну как бы широкие. Сейчас очень модно вот эти широкие брови. Я прям тащусь, честно говоря, сама от себя просто на видео. Ну и последнее, что я купила в Divash, это запеченные тени. Просто я как раз ими сейчас накрашена. Очень красивый цвет. Запеченные тени. Я говорю, ну расскажите, что такое запеченные тени. Я слышала раньше, но никогда не спрашивала. Их действительно запекают. У них более насыщенные цвета. И правда, ну вот, красишь насыщенно. Я взяла это так, чтобы быстро, знаете, накрасить на все подвижное веко, там немножечко где-то осветлить. Ну то есть не заморачиваться обычно, потому что я там вывожу, там и так далее. А то по-быстрому, чтобы быстро краситься. И вы знаете, я сейчас тоже быстро накрасилась. Опять же говорю, ни тональника на мне нету, ни пудры на мне нету, ни... Вот то есть корректор под глаза и вот эта вот пудра. Ну не пудра, я ее использую не как пудру, то есть вот здесь, вот здесь чуть-чуть намазала. И все. Тени и ресницы. И брови. Все. И мне очень нравится. Мне даже кажется, честно говоря, что я смотрю на видео предыдущие, у меня как будто увеличились губы. А, ой, губы. Глаза. Ну я смотрю, просто они и больше, как будто кажутся. Наверное, благодаря именно вот, не знаю, чему. Может бровям, может глазам. Вот. И еще, что я купила в Диваж. А, тени стоят около 300 рублей. Вот это вот брови эти 159 рублей. Тени я не помню, сколько стоят. А, у них акция была какая-то. 200 с чем-то они стоят. Вот. Все остальное не помню, сколько стоят. И вот, смотрите, у них какая фигнюшка есть. Я на самом деле увидела молочко для тела, парфюмированный гель для душа. Я говорю, что это у вас такое? Ну, отдельно они все продаются. Она говорит, это у нас вот такой вот, с очень приятным запахом. В общем, как парфюмированная водичка. И пшикает мне, значит, парфюмированную водичку. У нас есть такой гель, есть такое молочко. Здесь вы будете вот так пахнуть. Я говорю, ух ты, запах реально очень вкусный. Прям, знаете, такой вот, прям классный-классный. Вот. Что это у нас такое? О! Оп-оп! Запах вообще очень крутой, мне очень нравится. И, соответственно, так же пахнет у нас молочко для тела. Здесь вот духи, спрейчик такой. Вот так вот раз-раз. Пшикается. Здесь такое же молочко для тела. Деально оно так пахнет или нет? На другую руку, а то там у меня уже запах. Есть. Ну... Обман. Вообще молочко для тела так не пахнет вообще. Ни разу. Вообще другой вкус. Ну, про молочко я не спрашивала, кстати, так оно пахнет или нет. Вот гель. Я же гель первый увидела, сейчас я с ним. Ладно, не будем наговаривать. Давайте сначала попробуем. Я же всю себя из-за... Гель. Мыться надо. Нет. Ну, конечно, по сравнению с парфюмированной водой, тут вообще такой аромат, прям запах. Тут вообще как будто ничего, честно говоря, похожего и рядом нет. Ай, я ваточки не взяла. В общем, у меня вся измазанная в геле. В общем, да, вот эта вот крутая вещь, да, но вот это, надеюсь, будет увлажнить хорошо и мылить хорошо будет. Ну, на подарок очень прикольно, потому что вот запах реально очень крутой. Знаете, я даже вам скажу, что если вы будете в Диваш, возьмите только туалетную воду, она отдельно продается. А вот эту вот херню эту можно не брать. Хотя, судя по тому, что я пробовала уже, вполне возможно, что это хорошее молочко и гель. Ну, все, покупочки в Диваш мои закончились. Надеюсь, мое видео было вам полезным. Подписывайтесь на мой канал, не упускайте новые видео. Скоро много интересного. Ставьте лайки, если вам понравилось мое видео. С вами была Селена Свой. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok